Знаете, я подался модному течению, меня тут подтолкнули, и понял, что надо писать такую поэму, роман в смсках. Ну, смски у меня бывают разные, бывают две строчки, 4, 6, 8, 16, 32, по-разному. Значит, эпиграф. Приходите полдничать, будем вместе подличить, сплетничать, юродствовать, надо всеми злобствовать. Приходите ужинать, чтобы стало хуже нам, чтобы расплылись талии, бедра и так далее. Так, значит, из смсок. У нас вчера кончилась весна, говорят, кончилась весна, ну, наконец-то, да, переходный период, про эту весну ушедшим. Это не май, если мается столько, вспомнится русское, а не за май. Нам не хватает любви и восторга, слишком уж холодно. Это не май. Жить не хочу, оголтелой неправды, чувствах царит озверелый мамай. Да обернется все гулкой непрядвой, полкой засады. Нет, это не май. Вот бы в июль залететь с недопою или направить в Хабаровск трамвай, быть лишь с тобою и только с собою. Ну, а пока это точно не май. Ладно, потерпи, мы дольше терпели. Я же, как угорь, попробую поймать. Кончатся ваши хмельные апрели и потечет наш пленительный май. Ну, и предпоследняя смска. Там финал такой, но до него еще дожить надо. Я думаю, что сегодня не доживем. Предпоследняя смска. Я лучше не буду, я хуже не буду. Я буду с собой, если только с тобой. К тебе отношусь, как к нежданному чуду, что послано мне хитроумной судьбой. Так, значит, еще одно стихотворение, которое, собственно говоря, посвящено этим замечательным событиям. Подражание Бальмонту. Константин Бальмонт обладал идеальной легкой манерой писать. Вы знаете, мало, мы все обсуждали, мало вокруг училов событий, про которые бы не откликнулся замечательными строчками прекрасный поэт Петр Федчук. Вот так же у Бальмонта много стихотворений, которые написаны легко, свободно по поводу. Я такой свободы не обладаю, но очень хочется подражать самым свободным поэтам. Смеялась осень над поэтом. Кружась в засыпанном дворе. И началась она не в этом, да и не в прошлом сентябре. Она раскручивала юбки, к себе манила из вала. Она оставалась однолюбкой. Никак в объятия не шла. Поэт же осенью плеенный губил в сердцах обрывки фраз, как будто скальпель вороненый вонзал себе в отверстый глаз. Зима не выход, но иное есть состояние души. Так хочется тепла до зноя. А осень шепчет, не дыши. Зачем ты здесь дыхаешь воздух, коль он не твой, а ты не мой? При ранних звездах, поздних звездах, тебе не хочется домой? Ой, ну что ответить озорнице? Коль нет огня, то нет и слов. Поэт неспешно сжег страницы, даря огню души улов. А где же мой дом? Где кровь желанной? Как сизый дым вопрос светал, и над судьбой его туманной сошлись. Огонь, вода, металл. Оставьте все его в покое и с горящей сладостью в груди. Он пережил уже такое, сколько будет впереди. Пусть посидит над угольками сгоревших чувств, былых страстей. Но осень горькими дымками той пустоты, что за зрачками гуляет гулкими толчками уже не сделает пустей. Спасибо.